Мне всегда приходили письма от незнакомых людей, но особенно много людей писали в годы перестройки. Почти в каждом была тревога за ситуацию. И я думал, существуют ли, остались ли еще на свете слова, которые в сложившейся жизненной обстановке помогли бы уставшим от неразберихи людям обрести какую-то надежду. И все более укреплялся в мысли, что спасти наше усталое общество могло, пожалуй, только одно. Если после долгих лет ложных призывов, пустых обещаний, сокрытия правды и тому подобного, что обрушивалось на нас с подмостков политического театра, люди поверят, что затянувшийся спектакль наконец закончился. Мы возвращаемся в нормальную жизнь. И на этот раз нас не обманут. Вопрос, следовательно, был в том, где найти и можно ли еще найти резервы общественного доверия к структурам власти. Только обретя хотя бы малую надежду, что их понимают, что еще не все потеряно, люди, может быть, воспряли бы духом, им захотелось бы жить. Я выделяю эти слова, вкладывая в понятие «жить» нормальное стремление людей не только иметь пищу, одежду, крышу над головой, но обладать элементарными возможностями существовать как свободные производители, владеющие собственным, частным или кооперативным имуществом, не униженные властями, не зависящие от чьей-то глупости и требующие от государства, находящегося у нас на содержании защиты наших прав. Это первое, чего хотят люди. Как сказано было в одном из писем, нужно, чтобы поводыри, которые привели общество к крушению всех его надежд, признались бы, что потеряли дорогу, и теперь все свободны в поисках выхода из тупика. Можно было придерживаться программы «500 дней», антикризисной программы, любой другой, независимо от того, кем она предложена, если в ней есть здравый смысл. Мне было смешно, когда кто-то оспаривал возможность обеспечить всех нуждающихся квартирами к 2000 году. Мы могли бы, хочу повторить, снять эту проблему в три года. Именно в этом самом безнадежном направлении нужно было сделать первый рывок. Инструментом решения этих жизненно важных задач могли выступить как раз производственные артели кооперативы. Мы много экспериментировали с формами хозяйствования. Но практика только подтверждает очевидность. Существует единственный опробованный, оправдавший себя проверенным мировыми поисками опыт, артельной работы с оплатой за реально произведенный продукт. Только эта форма хозяйствования заставляет человека думать и даже засыпая возвращаться мыслями к работе, прокручивая в памяти прожитый день. Не случайно. Именно бывшие кооператоры возглавляли многие государственные предприятия и обеспечивали им успех, опираясь на артельную модель организации производства. Поздним вечером 28 мая 1991 года в Карельском аэропорту Бессовец приземлился специальный авиарейс из Москвы. В Петрозаводск прилетел Борис Ельцин, теперь председатель Верховного Совета РСФСР. Я видел по телевизору, как его встречали местные руководители, депутаты, журналисты. Несмотря на позднее время, гость выглядел бодрым. Той же ночью он появился на борту теплохода «Инженер Нарин», где была оборудована его резиденция. Выйдя на палубы, разглядев у трапа журналистов, сам двинулся к ним. «По-моему, вы хотите меня о чем-то спросить?» Борис Николаевич, раздались голоса. «Россия когда-нибудь встанет с колен?» Безусловно. Мы, конечно, многое растеряли, но я верю в возрождение России. Верю, что она будет полноправным государством не только в Союзе, но и в мировом сообществе. Я тогда как-то пропустил мимо ушей это не только в Союзе. Очень скоро лидеры России, Украины, Белоруссии подпишут в Беловежской пуще соглашение о выходе из состава Союза. Я долго буду ломать голову, знал ли Борис Николаевич, находясь в Карелии о том, что он совершит две недели спустя, готовился ли к этому? Выбирал ли мучительно варианты или решение о развале Союза было на самом деле неожиданной выходкой трех импульсивных, облеченных полномочиями подвыпивших деятелей. Во всяком случае, по разговорам Ельцина в Петрозаводске невозможно было предчувствовать, что всех нас очень скоро ожидает. В программе поездки Ельцина было знакомство с кооперативом «Строитель». Он должен завернуть к нам по пути из Кандапоги и Петрозаводск. Организаторы встреч меня предупредили, что времени у гостя в обрез. И вот на лесной дороге появилась милицейская машина с мигалками. За ней кортеж легковых машин, среди них неожиданный, в нашей глуши красный микроавтобус «Мерседес» с затемненными стеклами. В машине были Ельцин, Скоков, Коржаков. Чуть раньше к нам приехали сопровождавшие главу российского государства народные депутаты Николай Травкин и Александр Тихомиров. В одном из цехов Борис Николаевич заговорил с рабочими. И уже не я, а сами кооператоры, без всякой подсказки с моей стороны, стали жаловаться на непомерно высокие налоги. «Мы выплачиваем государству две трети своих доходов», – пояснил я. «Ничего не понимаю», – сказал Ельцин. «Российский закон предусматривает для кооперативов ставку налога в размере 35%. «Мы еще не жили по российским законам», – ответил я. «По каким же вы работаете?» «По советским, по павловским», – Ельцин остановился. «Переходите под юрисдикцию России и будете жить по нашим законам». Тревожно было наблюдать перетягивание канатов в высших эшелонах государственной власти. Не знаю, сознавали ли Горбачев и Ельцин, какую напряженность в стране вызывали распри между ними. Ельцин заглянул на нашу свиноферму. Московские руководители, бывая на местах, любили в наброшенных на плечи белых халатах посещать свинарник или коровник, глубоко мысленно прохаживаясь по ферме и стараясь заговорить с работниками, и обычно выбирают для этой цели дородную свинарку или доярку, держа в уме, что эпизод общения с народом попадет на телеэкраны. Брежнев в таких случаях пытал доярок про надои и молока. У Ельцина голова болела при весах. «Сколько получаете за опороз?» «В среднем 8-9 на свиноматку». «Маловато! А какой расход на килограмм при веса кормовых единиц?» Видимо, он захотел хотя бы минуту снова почувствовать себя на родине, в кругу председателей Свердловских колхозов. «Борис Николаевич!» – улыбнулся я. «Об этом лучше поговорить со свинарками». «А вы что, не знаете?» «Отчего же знаю? Свиньи у нас жирные, растут быстро!» Ельцин взглянул на меня недоуменно. «Как бы раздумывая, улыбнуться ли шутки или возмутиться дерзостью?» Шедший рядом Николай Травкин говорил. «Я сам умею строить быстро и хорошо. Но чтобы за год сделать то, что сделали твои люди, в это даже трудно поверить. Если бы так трудилась вся страна, мы бы давно жили лучше Америки. Работать как твой кооператив – единственный способ превратиться в нормальное цивилизованное общество. К нам на базу съехались председатели строительных кооперативов из соседних регионов России. Многое наболело, все ждали разговора доверительного и обстоятельного. Но организаторы поездки Ельцина отвели на это совещание полчаса, о чем накануне предупредили. Смущенные председатели, поглядывая на непроницаемые лица помощников и референтов гостя, едва успевали сказать по нескольку слов. Я говорил о том, что постоянно стараюсь заранить в умы. Страна может быть богатой только в одном варианте, если люди будут работать. При всей кажущейся простоте и даже очевидности этого тезиса, его реализация на самом деле требует сильной политической воли. Только она может заставить перевести промышленность, в первую очередь горнодобывающее, на метод работы, опробованный кооперативами. Закупив кирпичные заводы, линии строительной индустрии, расплатившись за них нашим сырьем, мы могли бы за 10 лет построить заново всю страну, от Ленинграда до Владивостока. Нашему кооперативу американцы предложили сделку. Они нам такие заводы, мы им карельский мрамор и гранит, добываемые нашим с ними совместным горнорудным предприятием. На севере этого добра столько, что через 200 лет всем нам еще останется на надгробья. Разведаны месторождения Габра-Диабаза, Роб-Пруть-Ручей-3, Гнейса-Гранита-Сосновецкая-2, Мрамора-Ковадь-Ярви. Здесь наш участок. Люди с хорошим опытом горной добычи. Никто не возражает, чтобы мы создали с американцами на их средства с их техникой совместное предприятие. Кому охота выглядеть в чужих глазах? Не современным человеком. Но никто ничего не решает. Мы просили Совет Министров Карелии, пока будет оформлено соглашение, мы бы хотели, не теряя времени, прокладывать автодороги, как-то подступиться к местам, где еще конь не валялся. Оказывается, нельзя, пока не подписаны документы, пока высокие договаривающиеся стороны не обменяются рукопожатием. Годами тянется то, что в цивилизованном мире требует считанных часов. Не надо меня уговаривать, отрезал Ельцин. Другие бы на месте председателя успокоились, но от наших так легко не отделаться. К вам же люди приходят, члены правительства. Их тоже не надо уговаривать. Будь председателем искушен не в общении с сильными мира сего, они бы поняли, что дальнейший разговор бесполезен. Но мы этого не знали и продолжали, не обращая внимания на красноречивые взгляды охранников, нисколько не смущаясь настаивать на своем. «Это все-таки не золото», – говорил Ельцин. «Это дороги», – возражали ему. «Это еще хуже», – Ельцин, наконец, не выдержал. «Пои вот что. Соберитесь два-три человека и к Скокову, первому заместителю председателя Совета Министров. Он здесь слышит наш разговор и вместе найдете решение». «А у меня желание сохранить и, мало того, приумножить эту форму». Под аплодисменты Борис Николаевич картина подписал. Тут же составленный документ и передал его Скокову. Позже найти эту бумагу так и не удалось. Я часто об этом вспоминал, слыша с экрана знакомое. «Я подписал указ». Михаил Алексеев мне рассказывал, как наша беседа выглядела со стороны. Борис Николаевич смотрел на меня, слушал, но думал, было полное впечатление о чем-то совсем другом. По уверенности, что гости свита пообедают у нас, повара расстарались, как могли, но Коржаков боялся, что в компании кооператоров Ельцин расслабится. А ему предстояло в тот же день подписывать какие-то документы, и начальник охраны постарался поскорее посадить Бориса Николаевича в автомашину. Сделал отмашку своим людям, кортеж с красным Мерседесом посредине рванул с места и скрылся за поворотом. Переход России к рыночной экономике в начале 90-х годов отчетливо и всего проявлялся в быстром развитии различных форм торгово-посреднического и кредитно-финансового предпринимательства. Как грибы росли товарные и фондовые биржи, брокерские фирмы, торговые дома, коммерческие банки. Рекламная напористость и демонстративное обогащение торгово-посреднического предпринимательства порождали у большей части населения России искаженный образ рыночной экономики, вызывали раздражение, делали население восприимчивым к агитации за возврат старого. Понимая, что такого рода явления нельзя полностью исключить, мы надеялись, что руководство России постарается использовать каждую возможность, чтобы и на словах, и на деле демонстрировать особый интерес к развитию негосударственных структур именно в сфере производства. Это было особенно важно по той причине, что приватизация государственных предприятий требовала длительного времени. Параллельное развитие негосударственных промышленных структур, взаимодействующих с государственными структурами, помогало бы распространению рыночных принципов во всей промышленности, независимо от форм собственности. Я изложил свои соображения на бумаге и направил в Кремль Б.Н. Ельцину. У меня не было уверенности, что письмо попадет ему в руки, но оставалась надежда, что его рассмотрят те из его окружения, кто разрабатывает стратегию экономического развития. Смысл письма сводился к простым вещам. Надо узаконить в стране право людей зарабатывать столько, сколько они могут. Нет другого пути сделать всех работающих инициативными, готовыми рисковать. На риски идут, когда знают ради чего. Партия коммунистов воспитывала молодежь в духе альтруизма, при котором считалось постыдным говорить о личной выгоде, но благородным, возвышенным, правильным выглядел труд на благо народа во имя завтрашнего дня. Меня всегда коробили попытки ставить в таких случаях вопрос «или-или». Тогда как естественным, понятным, разумным было сочетание «и-и». Еще раз. Одна из причин, почему перестройка у нас не получилась, именно в том, что впервые, позволив многим людям хорошо зарабатывать, попросту говоря обогащаться, власти по-прежнему культивировали в обществе неприязнь к состоятельным людям. Внедрение в общественную психологию чувства зависти, раздражения, подозрительности по отношению к кооператорам, оставалось важной частью усилий бюрократического аппарата. Его безраздельная власть, оставаясь непререкаемой в государственной сфере, все меньше распространялась на выходившие из-под контроля кооперативные движения. Аппаратчикам ничего не оставалось, как готовить и пробивать правительственные, постановления, ограничивающие возможности частного сектора хоть как-то конкурировать с государственным. Среди людей, близких к Ельцину, было немало тех, кто прекрасно видел эту ситуацию. Но я не знаю ни одного, кто отважился бы сказать об этом вслух или в ответе на мое письмо хотя бы намекнуть на понимание. Ответа мы не дождались. Наш кооператив «Строитель» стал одним из учредителей акционерного общества «Тумановка Компания». Общество предлагало реальный путь решения одной из крупнейших проблем, над которыми билось правительство. Путь ускорения оборота средств, вкладываемых в новое производство. Ведь это же национальная катастрофа. Насколько сократились в стране производительные инвестиции. Как может быть иначе, когда наши привычные долгострои соединяются с совсем непривычными 80% годовых за кредиты? Кто же станет вкладывать деньги в многолетние проекты? Это прямой путь к разорению. Но наше акционерное общество предлагало проекты, реализация которых даст прибыль не через 10-5 лет, как у нас заведено, а через год-два. Это подтверждено, во-первых, реальным опытом. Все знают, что наше предприятие строит не таким темпом, как государственные, а в несколько раз быстрее. Достигается это высочайшей квалификацией людей, высокой интенсивностью труда, хорошей организацией дела, наконец, вахтовым методом, позволяющим строить сначала хоть и благоустроенные, но небольшие поселки, бросать все силы на производственные объекты, наша уверенность подкреплена, во-вторых, конкретными расчетами по конкретным объектам. На Тимане, например, мы предлагаем быстро вскрыть неглубоко залегающий пласт бокситов, имеющих хороший сбыт на мировом рынке, и уже в ходе строительства пойдет валютная выручка. И, в-третьих, наши предложения подкреплены реальными действиями, а не только бумагами. Конечно, с учетом положения, в каком оказалась экономика страны из-за бездеятельности властей к концу 91-го года, да еще после развала государства вследствие путча, можно удивляться, как вообще все производство не остановилось. Но мы живем в стране, которая может быть самой богатой в мире, если открыть дорогу людям деятельным. Нас спасут те, кто умеет и хочет работать. И эффективность любой власти я оцениваю по тому, какие условия создаются для деятельных людей. Казалось, затеяв ломку старых структур и создания новых, правительство присмотрится первым делом к отечественному опыту. Уж если российский кооператор, опутанный ограничениями, придуманными командой Горбачева, Рыжкова, Павлова, добивался эффективной работы, можно представить, каким был бы промышленный рывок, если бы предпринимательство во всех его формах освободили от пут. Но сменившая их команда Ельцина только ту же затягивала узлы. Мы попали в беду потому, что правительство, предложив, как панацею подсмотренную в других странах шоковую терапию, обнаружило большие способности по части организации шока, но оказалось совершенно беспомощным по части терапии. Это проявилось не сразу. Почти все годы страна жила за счет вывоза нефти, газа, других природных ресурсов, экспорт, в том числе сырья. Дело обычное в многопрофильном хозяйственном комплексе. Но в наших условиях распродажа ресурсов в невиданных объемах позволила стране жить, не работая, создавая иллюзию интеграции в мировое хозяйство. Отдельные предприниматели, их можно по пальцам перечесть, получив лицензии на вывоз естественных богатств, вмиг становились миллионерами и мультимиллионерами. Они были находчивы, находили в эшелонах власти тех, кто распределял лицензии и решал, кому отныне быть преуспевающим. Суматохи перестройки и успех раздавали своим, как ордена. В старые времена власти жаловали приближенных к генералу, и теперь производят собственники крупных состояний, с той разницей, что у генералов, как правило, все-таки были хотя бы малые заслуги перед отечеством. Те, кто раздает лицензии, фактически наделены правами назначать миллионеров. Спешное распределение богатства расходит в верхней части сцены, не видной зрительному залу, а на переднем крае. Все собой заслоняет, толпятся, заполонившие Россию мелкие перекупщики и торговцы. Страна превращена от края до края в сплошной базар, где торгуют чужим, не производя своего. Такую в точности картину я видел в поездке по Новой Гвинеи. Под землей огромное богатство, на улицах городов торгуют все теми же сникерсами, пепси, баунти, все те же рекламные клипы на телеэкране. Такой же баритон призывает ставить на лидера только на папуасского. Не знаю, кто кого догнал, мы папуасов или они нас. Но в начале 90-х мы рядом совершали бег на месте общепримиряющий. Превращение страны в международную барахолку, где торгуют чужими товарами, сопровождалось раскулачиванием отечественной промышленности. Система стимулов была такова, что опытные высокопрофессиональные рабочие. Уходили из сферы производства в перекупщики, посредники, торговцы. Газеты заполнены рекламами курсов. Учат будущих менеджеров, дилеров, детективов. Но спросите, где готовят экскаваторщиков или бульдозеристов. На вас посмотрят, как на идиота. Будучи не в силах, противостоят системе, ориентирующей страну не на производство, на торговлю. Лучшие кооперативы и старательские артели, умеющие и желающие работать, распадались. То следствие не рыночной конкуренции, а только недальновидной экономической политики. Гегемоном становился лавочник. В отличие от прежнего, то есть пролетариата, хоть выпивающего, зато послушной, правильно голосующего, новый гегемон был шумлив, амбициозен, склонен к дискуссиям. Он был опекаем властями, как перса, нефицированный показатель приближения к рынку. Надеюсь, понятно, что я ничего не имею против торговой сферы как таковой. Высоко ценю труд ее работников. Речь о политике, приоритетах и ее последствиях. Раскулачивание продолжалось в сельском хозяйстве. На этот раз не корову уводили с крестьянского двора. Отбирали последнюю надежду стать хозяином. Говорят, в 93-м году в стране было 220 тысяч фермеров. На 50 больше, чем в предыдущем. Смешно. Новый российский фермер чаще всего ковыряет в земле лопатой вся его собственность, собака, тазик и двое детишек. Такими фермеры были 200-300 лет назад. Даже самый лучший президентский указ сам по себе не может сделать фермера состоятельным, как в Голландии. Чтобы воспитать в крестьянине фермерскую философию, его нужно посадить на трактор, помочь построить свой дом, дать кредиты на 25 лет, передать технику. Лучше бы безвозмездно. Даже если половина крестьян не оправдает надежд по каким-либо причинам погода, неурожай, пьянство, поломки техники, другая половина ущерб обществу возместит, производя всю необходимую продукцию, и вскоре перестанет разительно отличаться от фермеров канадских или голландских. Умные люди придумали, как аргумент, зону рискованного земледелия. Все оправдывает такая странная, всегда рискованная, чисто российская зона. Почему-то до 1917 года Россия вывозила излишки зерна и мяса в Европу. В начале 20 века экспорт сибирского масла давал казне больше золота, чем вся сибирская золотопромышленность. Теперь везде, где разучились работать, где утрачен профессионализм, где интересы производства приносятся в жертву политики, зоны рискованных, даже безнадежных затрат, страна, умеющая делать танки беспомощно, в производстве крестьянского инвентаря. Хочу повторить. Две главные вещи способны вытащить страну из трясины. Строительство и сельское хозяйство. Осознавая это, мы попытались создать на базе кооператива «Строитель» и российско-германского совместного предприятия «Оптимавик» акционерное общество, способное выполнять заказы государственных и муниципальных органов по развитию аграрно-промышленной инфраструктуры. Речь идет об ускоренном сооружении сельских дорог, пунктов хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции в местах ее производства, жилых домов и хозяйственных построек для фермеров. Акционерное общество с участием иностранного капитала могло бы помочь отработке моделей и созданию других подобных обществ, объединяющих производственно-строительные кооперативы, старательские артели, другие негосударственные формирования. К записке руководства страны о содействии развитию аграрно-промышленной структуры России «Мы приложили проект президентского указа». Отклика никакого, я уверен. Порядок следовало наводить первым делом в банковской системе. Как налаживать производство, если за то время, пока денежный перевод за приобретенное оборудование придет со счета одного предприятия на счет другого? Цена этого оборудования удваивается. По России в то время гуляли фальшивые авизовки, лихорадя весь хозяйственный комплекс. Государство обмануло людей, доверивших ему хранить свои сбережения. На Колыме мои друзья, в их числе первоклассные механики, горники, всю жизнь проработавшие на севере, чтобы накопить деньги и вернуться на материк, в один миг стали нищими, не могут выкупить авиабилет. Это трагедия тысяч семей, которые жили и работали в экстремальных природных условиях. Чтобы обеспечивать страну золотом, лесом, углем, рыбой, людям трудно примириться с неблагодарностью государства. Я опять уже в который раз о своем. Наше правительство никогда не знало, не знает, не хочет знать, что страна может преодолеть кризис только при одном условии. Если будет хорошо работать, другого варианта нет ни у народа, ни у президента, ни у Господа Бога.